О чем говорит послание к римлянам 3.23.24 Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Римлянам 3.28 В Библии есть то, что является таким ясным, что кажется невозможно не понять, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Римлянам 3.23.24 Современный перевод этого отрывка. Так как все согрешили и все лишены славы Божьей, и все получают оправдание даром, по благодати через искупление, которое в Иисусе Христе. Вот как звучит перевод из Новой Английской Библии. Все одинаково согрешили и лишены Божественного величия, и все оправданы даром, одной лишь благодатью Божьей, через акт освобождения в личности Иисуса Христа. О чем говорит этот текст? Или что здесь имеется в виду? Благая весть здесь ясна. Первое. Все, которые согрешили, это абсолютно все, за исключением только Иисуса, являются теми же согрешившими, которые получают оправдание даром по Его благодати. Обратите внимание. Не говорится, что все оправдались верой. Лишь те оправдываются верой, кто верят в благой вести. Второе. Но благодать нельзя заслужить. Она всегда бесплатна. Бесполезно ограничивать эту благодать только рамками определенных людей, исключая других. Поэтому все оправданы даром. Третье. Это действие оправдания всех совершилось искупление во Христе Иисусе. Мы имеем искупление кровью Его. Ефесянам 1.7 Кровь была пролита за всех, а не за некоторых. Спаситель наш Иисус Христос дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония. Титул 2.13.14 Мы не можем ограничить искупление во Христе, предоставляя Его не всем, а лишь некоторым. Павел часто говорит, что все оправданы даром. Четвертое. Мы оправданы Его кровью. Римлянам 5.9 Кровь была пролита за всех, ибо всем облуждали, как овцы, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Исайя 53.6 Поскольку Он на Себе понес грех многих, всех, поэтому Ему сказано оправдать многих. Стихи 11.12 Будут ли тогда все автоматически и навечно спасены на небесах? Нет, ибо некоторые, к сожалению, многие, откажутся и отвергнут то, что Христос уже дал им. Так же, как Исаф имел первородство, но отверг его, продал и отнесся к нему с презрением. В Бытие 25.34 Евреям 12.16.17 Вопрос Как грешник получает оправдание? Оправдание верой или благодатью? Посему, как преступлением одного, всем человеком осуждения, так правдую одного, всем человеком оправдания к жизни. Римлянам 5.18 Позвольте предложить вам два высказывания, а вы решите которые из двух более ближай к истине. Первое. Оправдание обретается верой или второе. Благодатью. Если вы затрудняетесь, обратите внимание на то, что сказано в Ефесянам 2.8.9 Ибо благодатью вы спасены через веру, и сиение от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Это верно. Наша вера не могла бы существовать, если бы изначально не было благодати. Наша вера – это отклик на Божью благодать. Итак, мы спасаемся по благодати, но средством, благодаря которому мы получаем и оцениваем ее, является наша вера. И если в тексте говорится, что мы спасены благодатью, слово «мы» должно означать человеческую расу, потому что Божья благодать не дается выборочно в соответствии с тем, творили или нет люди добро, чтобы заслужить ее. Его благодать всем дается свободно, как воздух, циркулирующий вокруг земного шара. Христос стал вторым Адамом, отменившим осуждение, которое навлек на человечество первый Адам. Тем самым, он не предлагает, а дарует свою благодать, причем всем одинаково. Многие отвергают его благодать и избирают мятеж, но если человек верит, значит он просто откликается на инициативу, проявленную ради его спасения Христом. Теперь вернемся к нашему вопросу, оправдываемся ли мы благодатью, так же, как и спасаемся ею. Оправдание и прощение – одно и то же. Мы часто читаем в Библии, что Божье прощение предшествует нашей потребности в нем. Например, когда нечестивые люди распяли Сына Божьего, он не ждал, что они раскаются, поэтому молился. «Отчи, прости им, ибо не знают, что делают». Евангелие от Луки, 23-34 Прежде чем Петр отверг Христа, тот простил Его. Став начальником человеческого рода, Христос принял нас в Себе. Он взял на Себя наш грех и умер, чтобы оплатить наш долг. Смерть, которой умер Христос, в Библии называется второй смертью. И это единственная причина, объясняющая, почему Бог мог относиться к людям так, словно они никогда не грешили. Если бы Он относился к нам так, как мы того заслуживаем, мы тотчас бы умерли. Мы все объекты благодати. Мудрый автор сказал, что своей жертвой Христос объявил об отмене нашего приговора. И Павел говорит, что как Адам принес нам осуждение, так Христос принес оправдание. Римлянам 5 глава с 15 по 18 стихи. Все по благодати. И наша вера становится средством, которое мы обретаем и с благодарностью осознаем эту благодать. Следовательно, мы оправдываемся верой. Выше голову, вы дитя благодати. Живите так, чтобы подтвердить это. Отношения с Иисусом Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое, над тобою. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе. Псалом 31, 8-9 Мы много слышим и читаем о необходимости развивать и поддерживать взаимоотношения с Иисусом. Но проблема в том, что многие люди не знают, как это сделать. Они разочаровываются, что их чтение Библии, молитвы и свидетельства не имеют успеха. Они искренне недоумевают, как построить или поддерживать отношения, которые являются односторонними. Цитата Иисус ничего не говорит нам. И их изучение Библии становится скучным. Некоторые падают духом и перестают пытаться. То, что им нужно, это благая весть, которая гораздо лучше, чем они думали о ней. Вот три коротких момента о том, насколько удивительна благая весть. 1. Иисус не ожидает, что вы проявите инициативу и будете поддерживать взаимоотношения с Ним. Он сам проявляет инициативу, чтобы построить эти взаимоотношения. 2. Не вы меня избрали, а я вас избрал, говорит он просто в Иоанна 15-16. 3. Над чем он размышляет, так это над тем, как ему построить односторонние отношения с вами. 4. Он сделал все приготовления, ваша задача – откликнуться, а это означает поверить. 5. Он возлюбил и отдал в начале, еще раз прочитайте Иоанна 3-16. 2. Он стремится поддерживать отношения через ежедневное и даже ежечасное напоминание Святого Духа. И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. 3. Вот путь, идите по нему, если бы вы уклонились направо и если бы вы уклонились налево. 4. Исайя 30-21. 5. Отец даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины. 5. Иоанна 14-16-17. Да, это правда, поверьте этим словам. Он останется с вами, если вы не оттолкнете его. Очередь за вами. 3. Прочитайте, пожалуйста, отрывок Исайя 54-5, хорошо? Труднодостижимые отношения осуществятся, если вы не будете упорствовать. 4. Вопрос, как построить и поддерживать отношения с Иисусом? 5. Учитесь разговаривать с Богом. Так говорит Господь, Который сотворил землю, Господь, Который устроил и утвердил ее, Господь имя Ему. Возови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. 6. Иеремия 33-2-3. 7. Люди учатся многим замечательным вещам. Некоторые учатся играть в бейсбол, другие в крикет, третьи – игре на пианино или скрипке, четвертые учатся, чтобы стать хирургами и так далее. Но есть одна вещь, которую должны научиться делать все – разговаривать с Богом. 7. Большинство людей боятся даже сделать попытку для молитвы. 8. Они считают, что не знают, о чем говорить, и сомневаются, услышит ли их Бог и ответит ли на молитву. 9. Я бы хотел ободрить вас и посоветовать научиться разговаривать с Богом. В Матфея 6.6 Иисус говорит нам, с чего начать. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». 10. Обратите внимание на сказанное им о Боге. 11. Он является вашим Небесным Отцом. 12. Если у вас есть добрый, любящий земной Отец, это поможет вам воспринять Бога таким же. 13. Но даже если ваш земной Отец не был хорошим примером для вас, вы можете научиться верить в то, что Небесный Отец любит вас, слышит и отвечает вам. 14. Изберите веру у Бога, которого нельзя видеть воочию, но есть множество доказательств, подтверждающих Его любовь к вам. 15. Итак, начните со слов благодарности Ему за все, что у вас есть, прежде, чем просить о том, чего у вас нет. 16. Кроме того, очень важно следующее. 17. Прежде чем просить что-то для себя, попросите сначала для кого-нибудь другого. 17. Подумайте о ком-нибудь, нуждающемся в помощи, и помолитесь за этого человека прежде, чем молиться за себя. 18. Будьте честны с Богом и скажите Ему все, что у вас на сердце, включая совершенные ошибки, которые считаете грехами. 18. И запомните, если вы знаете, что согрешили, не удаляйтесь от Бога, это самый удобный момент, чтобы прийти к Нему. 19. Ему уже известно, что вы согрешили, но Он по-прежнему любит вас. 20. Всевышний не любит грех, но любит вас и хочет отделить вас от греха. 21. Вот что на самом деле представляет собой прощение. Оно изгоняет грех из вашего сердца. 21. И последний пункт. Дайте Небесному Отцу шанс ответить на ваши вопросы. 22. Он будет говорить с вами через Библию. Я говорю об этом вполне серьезно. 22. Иисус обещал, что если вы зайдете в свою комнату, закроете дверь и помолитесь Небесному Отцу в тайне, 23. Отец твой воздаст тебе явно. Вы можете научиться разговаривать с Ним и слушать Его. 23. Вопрос. Как разговаривать с Богом? 24. Субтитры подогнал «Симон» 24. Субтитры подогнал «Симон»